И вот как раз эти самые моменты очень раздражали ранних христианских комментаторов. Сказав о иудейском толковании, немножко более подробно о ранних христианском толковании, это времена еще церковных соборов, вселенских соборов. Конкретно нас будет интересовать личность двух участников этого процесса, прежде всего Августин. «Толкование Августина» или «Герминевтика по Августину. Годы жизни 354-430». Вообще говоря, с тем, что всем вкладом, который внес Августин в библейскую науку, вряд ли кто-нибудь сравнится. Но и с противоречивостью личности Августина также вряд ли кто-нибудь сравнится. Дело вот в чем. Августин в своих сочинениях сформулировал великолепные правила герминевтики. Великолепны они в том, что они очень точны. И если мы с вами эти правила будем соблюдать, то у нас будет очень хорошее толкование. Но проблема в том, что сам Августин эти правила не соблюдал. Получается в результате, что с одной стороны блестящие богословские формулировки, с другой стороны сочинение Августина, посвященное анализу конкретных библейских текстов, это, пожалуй, самые слабые его сочинения. Перечислю некоторые правила, сформулированные Августином, и посоветую вам записать. У нас нет PowerPoint, я не стал делать PowerPoint, потому что не очень был уверен, в каком порядке мы пойдем. Поэтому я вам их прочитаю, потом, когда будем делать курс, я думаю, сделаем PowerPoint под нее, чтобы на экране показывать эти правила. Но этих правил 12. Первый из них, причем обратите, пожалуйста, внимание на то, что Августин на самом деле продумывал многие из тех вопросов, на которые мы с вами работали сегодня. Первое. Толкователь должен обладать истинной христианской верой. Помните, я спрашивал, должен быть Толкователь возрожденным человеком или нет? Августин на это отвечал четко и безапелляционно. Да, должен обязательно. Искренней христианской верой, говоря нашими словами сегодняшними, и говоря языком Иисуса тоже, да он должен быть человеком возрожденным. Второе. Особое внимание уделять буквальному и историческому значению Писания. Особое внимание уделять буквальному и историческому значению Писания. И это, друзья мои, ключевое правило современной герменевтики. Буквальное и историческое значение Писания – это то значение, которое было понятно первоначальной аудитории в первоначальном контексте. Вот с этого надо начинать. Не что мне кажется, а как они, те люди, должны были воспринять эту ситуацию, услышать эти слова, разобраться с буквальным историческим значением. Иисус обращается к ученикам, Он успокаивает бурю на озере, на море. Они говорят, кто это такое, что и ветра Ему повинуется. Они вдруг начинают понимать Его божественность, они начинают понимать, что Он Бог. Как в день, в дни творения Он из хаоса создал этот мир, так и здесь, из хаоса бури мир, в смысле покой, первоначальное значение. А дальше все остальное, что нас касается. Но Августин говорит, особое внимание нужно уделять историческому, буквальному значению. Третий принцип Августина. Писание может иметь более, чем одно значение. Писание может иметь более, чем одно значение. Соответственно, допустимо аллегорическое понимание. Аллегория, то есть иносказание. Израильтяне выходят из Египта. Этот выход из Египта – аллегория нашего выхода из греховного состояния. Как Бог вывел израильтяна из Египта, там и жертвы, и пролитие крови, вы помните, да? И принятие этой жертвы нужно было изобразить. Нужно было пометить свои дома, чтобы ангел прошел, не поразил. И потом они выходят из Египта. Так и мы выходим из состояния греха. Писание может иметь более, чем одного значения. Следовательно, допустимо аллегорическое понимание. Интересно, что Августин, сформулировав вот этот принцип в теории, сам очень часто им пренебрегал. Иными словами, он давал только аллегорическое понимание. Он отрицал реальность некоторых библейских событий и говорил, что это только аллегория. Но на теоретической основе он говорит и о прямом, непосредственном, историческом толковании, и о толковании аллегорическом. Следующий его принцип. Библейские числа имеют определенное значение. Библейские числа имеют определенное значение. 12 колен Израиля, 12 апостолов Иисуса Христа, 12 коробов, которые остались после окормления 5 тысяч человек. Вот не случайно. И Августин готов был согласиться, не злоупотребляя этим, конечно же, что библейские числа расставлены так не случайно. Они имеют определенное значение. Пятый. Ветхий Завет необходим христианам, так как в нем изображен Христос. Ветхий Завет необходим христианам, так как в нем изображен Христос. В времена Августина возникали мысли о том, что ну вот Ветхий Завет только для иудеев. Августин говорил, нет. Его точная цитата, Ветхий Завет раскрыт в новом, новый сокрыт в Ветхом. Вот если вы, например, будете читать книгу «Левит», вы будете читать о жертвоприношениях, вы будете читать, например, о празднике Йом-Кипур, судный день, вы будете читать о том, как первосвященник должен был войти в святая святых. По большому счету на страницах Ветхого Завета, во всех этих событиях, мы читаем о Христе. Вот Августин и призывает интерпретировать, толковать Ветхий Завет христологически, то есть исходя из того, как изображен в нем Христос. Задача толкователя – понять значение текста, а не привносить в текст свое значение. Я не могу заставить Библию означать то, что мне бы хотелось. На самом деле нарушений этого принципа и сегодня очень много. Человек ищет Библию и читает Библию для того, чтобы оправдать какое-то свое поведение, для того, чтобы найти подтверждение того, что он и так думает. Вот я решил вот так, и Библия и Бог со мной согласны. Значит, в результате слишком велика опасность начать вчитывать в Библию то, чего в ней на самом деле нет. Августин говорит, ребят, наша первая главная задача – понять то, что в Библии написано, а не приписывать Библии что-то свое. Примеров много приводить не надо. Я недавно приводил по эту проповедь, где я понимаю, что пастор очень хотел сохранять и беречь окружающую среду, ну и, соответственно, в историю о пяти тысячах он вводит, значит, вот такую зеленую тему, зеленую в смысле, движение зеленых. Но Библия не об этом говорит. Седьмое. Толкователь должен сверяться с ортодоксальным символом веры. Толкователь должен сверяться с ортодоксальным символом веры. С ортодоксальным вероучением христиан. Чтобы не получилось толкование по собственной инициативе. Как раз то, о чем мы говорили с вами, вот в связи с тем, что толкование открыто для всех и каждого. Занимаясь толкованием, мы должны посмотреть, а соответствует ли это всему христианскому вероучению. Он должен сверяться с символом веры. Восьмое. Стих нужно рассматривать в его контексте. И это вы все знаете. Сформулировал это прежде всего Августин, раньше других. Стих нужно рассматривать в его контексте, а не в изоляции от других стихов. Иначе, опять-таки, мы можем заставить священное писание означать что-то такое, что оно не означает. Читаем, что написано сверху, читаем, что написано снизу, и тогда библейский стих становится понятным. Но только в контексте. Девятое. Если значение текста не ясно, то ничто из этого отрывка не может быть предметом ортодоксального вероучения. Если значение текста не ясно, то ничто из этого отрывка не может стать предметом ортодоксального вероучения. Иными словами, На неясном фрагменте нельзя делать богословие. Приобретайте друзей богатством неправедным. Это очевидно не очень ясный отрывок. Я не могу сказать о том, что вот теперь неправедным путем получив богатство, обманув кого-то, я должен, допустим, я не знаю, раздавать это богатство нищим, чтобы они стали моими друзьями. Вот неправедные способы, как способ приобретения друзей. Нельзя строить богословие на основе неясного, непонятного стиха. Десятый. Формулировка здесь достаточно сложная, я ее перефразирую потом попроще. Формировка такая. Святой Дух не является заменой необходимого образования. Чтобы понимать Писание, толкователь должен еще знать еврейский, греческий языки, географию и другие предметы. Иными словами, мы не можем сказать, мне Святой Дух и так все открывает. Потому что не имея образования, не имея подготовки, человек совершает ошибку. Ну давайте посмотрим, например, ведь говорится, что Бог, что Дух Святой научит нас всему. Теперь представьте себе врача-хирурга, он христианин, он где-то годик поучился чему-нибудь и как-нибудь. А потом говорит, слушай, полезай на стол, я тебе буду операцию делать. Ну как ты сделаешь? Ну Святой Дух меня научит всему. Наверное, вы не позволите такому врачу вас зарезать. То есть понятно, что после этого вы сразу в небесах очутитесь. Но, наверное, для вас еще есть у Бога какое-то дело на земле. Я вас пока не призвал к себе туда. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com А, к сожалению, с интерпретацией Библии, с толкованием Библии, мы вот эту ошибку допускаем. Мы говорим, что да, Святой Дух меня научит, а следовательно, и готовиться, и учиться мне не нужно. Представьте себе другую ситуацию. Одаренный и к тому же верующий юрист, адвокат. У него только одна проблема, он законов не читал. А так все нормально, и Дух Святой присутствует. Вот вы не пойдете в зал суда с таким юристом, с таким адвокатом, потому что вы понимаете, что он неподготовлен. Вот Августин сформулировал эту мысль, что да, Святой Дух нас учит, но при этом Святой Дух нам дает силы готовиться получать необходимые нам знания для того, чтобы толковать Библию. Одиннадцатое. Непонятный отрывок должен толковаться ясным отрывком. Писание толкует само себя. Писание толкует само себя. Если есть параллельные места, мы открываем параллельные места, и неясные отрывки проясняются для нас за счет отрывков понятных. И последний принцип Августина. Откровение прогрессирует или последовательно углубляется. Авраам понимал, что ему нужно выйти из Ура Халдейского и идти в землю. Подробностей он не знал. К концу жизни он узнал больше, чем в начале. Исаак, Иаков, Иосиф знали больше, чем Авраам. Постепенно это откровение развивается. Пророки ветхозаветные понимали Божие откровения больше, чем Моисей. Новый завет еще что-то добавляет. Не отрицает старое, но углубляет наше понимание. Вот это постепенное развитие Божьего откровения. Это все в теории. На практике же Августин стал отцом четырех принципов, которые в средневековье стали называть квадригой. Итак, Августин с одной стороны высказал очень хорошие принципы, но с другой стороны ему настолько надоел мертвый буквализм иудейских толкований, и он настолько близко принял к сердцу стих слова апостола Павла, сказавшего, что буквы убивают, а дух животворит, что на первый план Августин часто ставил именно духовные толкования, не непосредственное, а духовное толкование, переносное толкование библейских текстов. И вот 12 принципов Августина в теории, это, конечно, хорошо, но в историю практического толкования Августин вошел именно как автор квадриги от квадро латинского «4». Четыре принципа толкования или четверной, четвероякий, четверогранный, четырехгранный, если хотите, смысл библейского текста. Августин выделял в каждом тексте, в каждом библейском отрывке, четыре составляющих. И вот это есть смысл записать, потому что с этим, может быть, в более простой формулировке, мы с вами сталкиваемся и сегодня. Четыре смысла в квадрине. Первый смысл – это буквальный или исторический. Второй смысл – нравственный или этиологический. Третий смысл – аналогический или эсхатологический. И четвертый смысл – аллегорический. Аллегорический. Дабы все это понять, приведу один пример. Вот библейский образ города Иерусалима. Что такое Иерусалим? Четыре смысла. Во-первых, Иерусалим в историческом смысле, в буквальном, это реально существующий город. Во времена Августина, правда, и во времена Средневековья с этим были большие проблемы. Но они, по крайней мере, могли сказать, что это реально существовавший город. Во-вторых, аллегорически Иерусалим – это церковь Христова. То есть Августин считал Иерусалим – аллегорией церкви Христовой. То, что говорится в Иерусалиме, об Иерусалиме, относится к церкви Христовой. Иудеи стремятся в Иерусалим. Спасенные в христианские времена приходят в церковь Христову. И теологически или нравственно. Иерусалим – это человеческая душа. Опять-таки, там есть много и хорошего, и плохого. Но если человек христианин, то Бог царствует в его душе. Вот Иерусалим – такой прообраз, такая картинка нашей души. Соответственно, когда появляются фразы о том, что кто-то построил, Давид, а во всем строит Иерусалим, или завоеватель разрушил Иерусалим, возникает возможность и интерпретировать это применительно к душе. Завоеватель, греховная страсть, греховная наклонность рушит человеческую душу. Потом, по Божьей милости, человеческая душа восстанавливается. И, наконец, аналогический или эсхатологический. Иерусалим земной – это прообраз Иерусалима Небесного. Но Августин, по крайней мере, применял этот принцип четырех сторон, четырех граней толкования с умом. Все-таки Августин не стремился каждый фрагмент Библии рассматривать в этих четырех плоскостях. Но понимаете, какая вещь? Знаете, чем отличается гений от посредственности? Гениальный человек вырабатывает принцип, следует ему, у него получается круто. Потом приходит посредственность, посредственные люди. Они берут этот гениальный принцип и начинают этот принцип так замызгивать. И, в конце концов, этот принцип доходит до профанации самого себя. Если Августин, по крайней мере, понимал, что он делает, то богословы и особенно уже студенты богословия на протяжении средних веков стремились применить квадригу везде. То есть любой текст из Библии должен быть рассмотрен в этих четырех областях. Точка. Не получается, не дается тех, чтобы его рассмотреть. Заставь. И мучились студенты богословия вот этой самой квадригой. Ну, зато есть о чем поговорить. Понимаете, толкование можно очень забавное сделать. Попробуйте, допустим, интересы ради посмотреть с этой точки зрения на исход из Египта или на жизнь Авраама, на различные события. Даже любое маленькое, самое маленькое событие можно таким образом трактовать. И вот это, опять-таки, от буквы, от духа закона было, по большому счету, возвращением именно к букве закона. Вот Августин, значит, гигант, очевидный гигант, гений, очевидный гений. Очень много полезного сказал, очень много полезного сделал. Но человек, вклад которого в интерпретацию, в толкование, в герминевтику священного писания все-таки оказался очень неоднозначным. У него нашлись и оппоненты. И эти оппоненты были в антиохийской богословской школе. Они были в Сирии, в Антиохии, на востоке. А антиохийцы сначала всех раскритиковали. Они критиковали иудеев за излишнюю буквальность, за буквализм. Они критиковали Августина за излишнюю аллегорию. Потом, в противовес вот этим двум крайностям, они предложили свой подход, смысл которого изучение древних языков и возвращение к исходному первоначальному смыслу текста. Не поиски аллегорий, не разбор слов до последней буквы, а попытка понять смысл библейских стихов в контексте с пониманием истории того времени, с пониманием специфики того времени. Но вот беда. Антиохийцы стали известны в истории христианства, антиохийцы этого времени, 4 века, стали известны в истории христианства не как толкователи священного писания, а как люди, из среды которых возникла так называемая нестерианская ересь. И их подход достаточно быстро свернулся. Их подход к толкованию также свернулся. Если отсюда рождаются еретики, то здесь, соответственно, что-то не так. По плодам их узнаете. И на протяжении Средневековья все-таки господствующим подходом был этот подход четырех смыслов Августина. Чтобы дать вам немножко, скажем так, еще зацепиться, привести какую-то аналогию, которая покажет вам, что здесь происходит. Опять приведу то, что мне ближе, или то, что мне близко. Приведу перевод, допустим, с того же самого английского языка на русский. Перевод может быть буквальный, он может быть слишком буквальный, он может быть такой буквальный, что вы читать невозможно. Да, давайте встанем на наши ноги и похлопаем в наши ладоши нашему Господу. Вот, естественно, что на наши ноги, а не на ноги соседа. Конечно, по ладоши соседа при желании можно похлопать, но все равно не звучит. Вот, а перевод может быть вольным. Он может быть настолько вольным, что до оригинала ничего не останется. Как один из русских, российских переводчиков Диккенса, который, когда Диккенс писал, что его героиня плакала, писал по-русски, что жемчужные слезы орошали, покрытые румяном щеке героини. Он преувеличивал, он дописывал за Диккенса целые главы, утверждая, что если бы Диккенс писал по-русски, он писал бы именно так, как он, с дописанными главами. Вот, две крайности, есть одно и есть другое. И есть попытка найти середину. Вот эта попытка найти середину, это невероятно сложная задача. А тут еще нужно понять середину для чего, какова цель этого перевода, что мы собираемся достигнуть, для чего он будет использоваться. И потом сохранить этот баланс. Так и здесь. С одной стороны уход в буквализм, с другой стороны уход в аллегорию и попытка как-то вот все-таки удержаться на плаву. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok